Забайкальские электросети давно нуждаются в модернизации, чтобы свести к минимуму различные аварийные ситуации. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Россети Сибири Павел Акилин. Он также обратил внимание своих коллег, что люди жалуются на перебои с электричеством в небольших населенных пунктах. Им действительно приходится проводить вечера при свечах, совсем не для создания романтической обстановки. В новом ремонтном сезоне этому будет уделено особое внимание. Директор филиала «Чита Энерго» Николай Злыгостев добавил, что в этом году начнутся работы не только в Верхчите, но и в других поселках. Единственное, что осложняет большую ремонтную кампанию, которая, к слову, рассчитана на 10 лет вперед, это серьезная изношенность оборудования и перегруз некоторых подстанций на 150%. Однако в плане развития электроэнергетики эти моменты уже учтены и будут устраняться. На все работы нужно будет потратить больше 4,5 миллиардов рублей. В 2024 году мы запланировали 903 миллиона. Ну, худо-бедно, какой-то тренд к увеличению есть, тем более, что в прошлом году мы потратили более миллиарда рублей на все эти мероприятия. Какое-то движение вверх есть. Но если мы посмотрим на физику, то, что с физикой происходит, то есть в 2018 году за 846 миллионов рублей, в том числе, мы могли сделать 6,5 тысяч опор заменить, то в 2024 году у нас в плане 3300 опор. То же самое ТПА-1004. 77 было, 77 осталось. То же самое ремонт силовых трансформаторов, но это уже больше мощности, 35-110. Ремонтировали 9, в 2021 даже в 2019 году смогли сделать. А в 2024 году мы можем позволить себе только на 2,4 раза, когда у нас основное оборудование подорожало. Понятно, что мы просто не в состоянии обеспечить тот же объем физических мероприятий, которые мы делали ранее. Россети Сибирь по своей инвест-программе исполняют в Забайкальском крае порядка 2000 льготных договоров, в том числе и по программе «Дальневосточный гектар». Электричество постепенно проводят в Угдане и Смоленке. Несмотря на то, что некоторые участки находятся далеко от основных линий ЛЭП, Россети прорабатывают различные варианты их подключения. Григорий Анипер, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.